Всем привет, дорогие друзья! Ну что, сегодня я хочу с вами чуть-чуть пособирать ИПК, а позже возможно открыть, соответственно, и паки. Давайте начнем, да, соответственно, может паки, кстати, раньше выйдут, посмотрим. Давайте сегодня пособираем чуть-чуть СБЧ, да, соответственно, ИПК. Я уже подготовил, конечно же, одно ИПК сейчас, да, дальше еще подготовлю вам сегодня обязательно. Смотрите, что у нас за ИПК в итоге, да, вышло. Посмотрите. Видите, соответственно, мы собрали золотой редкий, да, собрали, всех игроков, все игроки были куплены. Золотой редкий, в итоге, который мы можем обратить внимание, да, соответственно, в магазине золотые стоят игроки. Золото, здесь, правда, золотой премиум набор, а здесь мы золотой редкий. Соответственно, вообще золотые у нас стоят, как вы видите, да, то есть минимальный набор стоит 5000. А наш же золотой состав, вы можете, ИПК-шка, да, соответственно, вы можете посмотреть. Нам обошлось во сколько? Вратарь обошелся в 400, да, 400, 400, 400, 400, 200, 300, 250, 400, 250, 600, 250, 250. Итого, данный состав нам обошелся, да, в, как мы можем видеть, в 3700. Я считаю, данный вариант вполне достойный. Как вы считаете? Пока напишите в комментариях, что вы думаете, поставьте лайк. Сейчас мы продолжим. Сейчас, смотрите, мы обменяем данный состав, конечно же. Обмен игроков нажимаем, да. И получаем наши награды. Получить награды. Дальше мы сделаем еще и ПК-шку, какую мы будем делать. Конечно же, мы будем делать, эй, 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 вот этого, что если. Электромовные игроки. Дальше мы это все дело откроем. Пока, соответственно, продолжим скоро. Также хотел еще отметить, да, то, что там мы игроков покупали, да, то есть по 400, по 600, точнее, вот по 400 много, да, а здесь мы игроков выставляли по 600, по 800, да, то есть и помимо того, что мы успели тех игроков еще, так и говорится, получить, да, по-моему, вайсеры я сейчас забыл уже. Давайте посмотрим вообще еще раз цены, которые, поскольку мы покупали, да, то есть в принципе самый дорогой у меня был 600 в основном, да, то есть это 400 и 200 вайсера, по-моему, того же по 200, 250 я брал. И, соответственно, несмотря на то, что я их больше купил, чем надо, данные игроки у меня еще принесли мне прибыль. Так что посмотрим, что получится со второй пока у нас. Еще момент какой, когда у нас, да, мы кого-то продаем, понимаем, что он плохо продается, или же по какой-то причине сейчас данный игрок не востребован, да, рекомендую либо же снижать цену, но чтобы не себе в убыток, да, хотя бы в ноль выходить, либо же в таком случае игроков убирать назад в состав, да, почему? Потому что ваши, как говорится, деньги, да, то есть это ваше время, ваши деньги. Ваш трансферный рынок вот здесь, да, как видите, я сейчас очень сильно снижаю игроков, он не должен так же снижаться, как вот, ну, то есть он не должен здесь прозябать, да, то есть я несколько раз перевоставлял, там, дождался выходных, которые, как правило, показывают, что достаточно активно на трейд, не пошло, да, то есть я сейчас резко достаточно снижаю, если у вас есть время, то, конечно, и желание, да, лучше анализируйте вообще через сравнение цены, да, посмотрели, то есть, да, данный игрок там, вот действительно он где-то 700, да, вот кто-то его вообще не может продать даже за 200, да, то есть и за 500, то есть я иду другим путем, я их просто снижаю, 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 следующее снижение, посмотрим, до какой суммы будем делать, вот, ну, данных игроков я не покупал для перепродажи, да, то есть у меня стартовой цены нету, поэтому я их смело выставляю на продажу спокойно, серебряные игроки, бронзовые игроки, как вы знаете, да, тоже я периодически покупаю их, да, вот по 200, да, так, зараза не продается, не знаю почему, но посмотрим, кстати, вот таких иногда и изредка, да, уже в конце, когда понимаю, что у меня забито полностью игроками неликвидными, я, честно, я их иногда сливаю полностью, потому что такой слив, да, приводит к чему, к чему, к тому, что мы высвобождаем, мы можем купить более, ну, новые пакеты, да, соответственно, бронзовые, к примеру, и продать их неликвидных игроков, точнее, и продать уже, выиграв на этом деньги, заработав, то есть в любом случае, да, там пакет стоит, по-моему, 400, да, а у нас игроков уже на 600, некоторых можно продать по 2000 элементарно, вот с чем дело-то, поэтому я сторонник именно так работать, как у кого, да, смотрите, тоже сами, как вам мой совет, напишите в комментариях, предлагаю посмотреть еще одну ИПК-шку, да, соответственно, то же испытание, что и если, которое растекает через два дня, то есть вы, в принципе, тоже можете еще успеть легко собрать ее, смотрите, вышла она у нас, соответственно, у нас, сколько вышло, мы сейчас посмотрим, это будет электро-премиум игроки, да, в воротах у нас 200, воротарь 200 у нас обошелся, защитник 150, да, 200, 150, 300, да, соответственно, 700, можете обратить, вот здесь дорого, да, уже 400, дальше, 650, 650, 700, 200, бюджетника 200, и здесь 600, и сколько того вышло? Данная сборка нам обошлась чуть-чуть дороже, чем предыдущая, 4,750, ну что, нравится данная сборка? Пишите свое мнение в комментариях, и мы сейчас продолжим, конечно же, нажимаем теперь кнопочку обмен, получить награду, получили, ну что, наконец-то мы смогли собрать еще один состав, давайте посмотрим, что это за состав, то есть, кого это мы получаем, Джо Харта, да, на самом деле, что хорошо, что в данном составе мне частично игроков не надо было покупать, да, то есть, по сути, был куплен Перейра за 30 тысяч, да, Бензима у меня был в составе уже, за 22 тысячи был вот этот, купим, Дарвиль ДД, все остальные у меня были по факту, я считаю, очень хорошо, что мне Джо Харт, да, соответственно, обошелся всего лишь в 50 тысяч монет, там, 55, соответственно, конечно, будем его сейчас менять, и больше не спрашивать, Бензима, да, 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 Бензима у нас запасной резервис, да, то есть, соответственно, конечно же, меняем, все, отличного игрока получили, ну что, я думаю, за этого игрока уж стоит лайк поставить, подобрали еще одну замену, соответственно, себе, да, подобрали себе Недведа, в аренду на 5 матчей, в принципе, я думаю, вполне неплохой вариант, особенно для каких-нибудь Вейлок, все-таки Вейлок мы еще не играли, я думаю, скорее всего, мы в нее как-нибудь все-таки зайдем поиграть, и Недвед, я думаю, в этом плане подойдет, либо для товарищеских матчей, там тоже можно использовать, и контракт не истекает, так что, я считаю, вполне очень недурной вариант, получаем награду, дальше мы переходим к кому, кстати, за Недведа лайк, переходим к Орле Супиелю, ну и на этом, наверное, пока сбор окончен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до скорых встреч!